Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает, Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 5 апреля, день Лидии. Святая мученица Лидия прославилась тем, Что вместе с мужем и детьми была христианкой. Они были схвачены и подвергнуты пыткам. Ночью ангел в темнице укрепил их в решимости стоять за веру. Их бросили в медный котел, где кипело масло вместе с серою. Когда они были брошены, котел тотчас же охладился. Видя это, их мучители уверовали в Христа. Услышав об этом, император сам приехал и велел 7 дней топить котел. Но когда их бросили, он потух вновь. Этот день использовали для генеральной уборки в своем хозяйстве. В связи с этим была масса пословиц. Домок невелик, а присесть невелить. Без присмотру одни муравьи плодятся. Дом хозяинам велик. Вытряхивали постели, меняли солому в матрасах. На стол мяты мыли лавки, полы и столы. Так выгоняли из изб притаившуюся нечисть. Белили печи. Это тоже позволяло выгнать непрошенных гостей. Заваривали и пили мятный чай. Это для здоровья всей семьи. В саду начинали сажать плодовые деревья. Ухаживать за посаженными. Сегодня обходили все источники, очищали их и приговаривали. Подземная водичка. Отворяем тебе ход вешний. Приметы. Теплый день, но ночью случились заморозки. В апреле будет хорошая погода. Если сегодня пить мятный чай, вся семья будет здоровой в течение года. Если сегодня первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел к холодному лету. Ночью сегодня видно ясное небо со звездами. Утром будут заморозки. Если дворовые птицы выщипывают у себя перья, это к несчастью в доме. Вопросы от Натальи Бариновой. Спасибо вам за комментарий об обострениях. Сегодня у меня шестой день голодания. Перед этим проделала чистку печени. Получилось. Очень хорошо, когда человек именно после чистки печени голодает. Как раз знаете, вот это все, что там чистка печени, будем говорить, начала выводить. Что-то вышло, что-то еще там не вышло, осталось. Процесс там идет. И вот голодание как раз оно помогает все это дело вывести более полноценно. Продолжаем. И сейчас весь организм настроен на очищение. Вот видите как. Важно, конечно, действительно настроиться на очищение. Сначала это должно быть на очищение организма. Работа умственная. Как только произведена достаточно мощная умственная работа, то есть вы дали приказ, вы взяли на себя бразды правления, и вот эти все подчиненные вам мыслишки, эмоции, желания, привычки, только раз сразу же вошли в подчинение. Если это не сделать, то начинаются разброты, шатания, и в конце концов ваши привычки, ваши желания, мыслишки какие-нибудь, слабина разного рода. Все. Ваши голодания прервут и так далее. Продолжаем. А иди и в мыслях нет. Все работает на то, чтобы организм изгоняет из себя все ему тяжелое. Правильно. На четвертый день поняла, я избавилась от артрита. Ну это хорошо. Вот должно возникнуть какое-то действительно внутреннее чувство, что голод проделал какую-то работу. Это может быть сон, это может быть еще что-то там. Какое-то такое, знаете, ну вообще вот какое-то такое действительно интуитивное понятие, что раз, ага, вот болели суставы, а теперь суставчики-то не болят. Так, дальше с клизмами выходит очень много следов, еще много чего, что не буду писать. А вот это бы зря. Напишите, что еще выходит. То есть, вот причина вашего артрита, причина прочих ваших недомоганий, это вот как раз слизь и то много чего, о чем вы не написали. Слизь. Что такое слизь? Слизь это своего рода грибок, своего рода колонии паразитов. Смотрите, что там. Ну и то, что вы не пишете. И вот это вся эта ерунда, и начинает ваш организм изнутри, пойдем, есть, а что? Знаете, это все равно, что вот люди прилетели на какую-нибудь планету и давай ее колонизируют. Надо этой планете, не надо. Там живут другие, допустим, существа и так далее. Но они вот так вот решили. Поэтому вы должны знать. Теперь уже последние два дня стало сильное сердцебиение. Бывает, язык стал белый, сухо с во рту, питьем воды не унять. Смотрите, что тут начинается. Организм начинает работать над более глубинной патологией, болезнями, недомоганиями и так далее. Значит, стало сильное сердцебиение. И вот как раз вот это сильное сердцебиение, оно и у меня было, оно у многих возникает. То есть это вот, как бы сказать, следствие того, что организм начинает там мощную работу над собой. Ему тяжело, сердце бьется. Помощь, причем 100%, вот я на себе это ощутил, если вы упарили урину до 1,4 первоначального объема и делаете простейший массаж, самомассаж. А именно растираете ручки, ножки, ручки до локтей, до плечей желательно. Ножки растираете, значит, до колен. Хорошо бы и выше, и вообще растереть тело. Вот, до тех, как бы сказать, мест, где вы дотянетесь, растерлись, постояли, впитались, пошли в душ, без мыла обмылись, и с сердцебиением будет очень и очень хорошо. Об этом еще писал Армстрад, говорил, «О, раньше у меня, когда голодал, сердцебиение было, и это мешало мне дальше голодать, а сейчас я нормально себя чувствую». То есть, вот так вот. Язык стал белый, нормально. Язык стал белый из-за того, что начали выделяться шлаки верхним путем, через легкие, через слизистую, через носоглотку. То есть, пошла мощная расшлаковка. Сухость во рту, да, вот эта сухость во рту, возникает неприятная вещь, именно из-за того, что вот эти вот слизистые оболочки стали покрываться вот этим вот шлаками, вот этой вот, как говорили, ама, вот этой вот слизью белой, которую уже выделяет каждая клетка нашего организма, начинает выделять. Этот процесс очень длительный, это вот только в начале уступит. И, естественно, слизистые не работают, возникает вот эта вот сухость, и начинается вот это вот. Здесь как? Не столько пить, сколько полоскать. Ну, все равно, знаете, вот буквально-таки пополоскал, грубо говоря, и пяти минут не прошло, а слизистая опять сухая. Ну, вот здесь, вот здесь-то надо и подержаться. Можно поделать еще клизмы, и просто очистительные клизмы с лимонным соком. Нет, с лимонным соком не пойдет. На голоде, значит, клизмы с солью делаются. Допустим, столовая ложка соли разводится в двух литрах воды. Это такая мягкая клизма. И делается. Очень хорошо, если, конечно, из упалины бы урины поделали. Вот. Ну, вот тут уж надо терпеть. То есть интоксикация. Ну, и интоксикация работы, интоксикация, как бы сказать, это повышенное количество вот этих всех веществ, которые были рассованы по всему организму в клеточках, в межклеточной жидкости, начинает выходить. Начинает выходить. И для того, чтобы они вышли, они должны, грубо говоря, из клеток попасть в межклеточную жидкость, из нее в кровь, естественно, вот это все меняет химизм нашей крови, всех этих, и возникает интоксикация, человек чувствуется тяжело и так далее. Но тут тоже можно побороться. Так, если честно, не пойму, что с этим состоянием делать. Может, подскажете? Ну, вот я подсказываю со своего опыта. Значит, прогулки на свежем воздухе. Если принимаете, допустим, вот клизмы, как я вам сказал, делаете, ну, Бог говорит, вне очереди, то обычно вот есть такая рекомендация, утром и вечером сделали, а это вот вы почувствовали себя плохо, так раз, и неочередную клизмочку сделали. Именно с солью. То есть никаких питательных веществ в клизме очистителя не должно быть. Ни лимонного сока там, ни лимонной там кислоты, ни еще чего-то. Вот соль и все. Либо же вот с упаренной уриной. Ну, упаренной урины вы не наберете столько. Хотя, если на одной второй упаривать, ну, это другое дело. Вот. И контрастные душики. Контрастные душики, это тоже хорошо, так, знаете, вот как-то смывает вот эту тяжесть. Очень важно отвлечься. То есть прогулки, контрастные души. Если вы так чувствуете, вот это что-то такое, значит, делайте мне очередную очистительную клизму с солью. Так, очевидно, что большинство болезней человека из-за нечистого кишечника печени. Ну, как это вот? Очевидно, что большинство болезней человека из-за кишечника печени. Это уже просто, знаете, как бы сказать, следствие. Все эти... Если у нас ненормально работает, вообще пищеварение ненормально работает, и мы за счет своего невежества в кишечнике развили, позволили развиться вот этой вот слизи, вот этой вот микрофлорик, как правило, там должно быть бурчание, может, бурчания особого и нету, но тем не менее. Оттуда вот это все, смотрите, помимо того, что кишечник плохо работает, плюс вот от этой слизи образуется, она что же живая, образуются все эти, ну, будем говорить, отходы жизнедеятельности ее. Все это, естественно, всасывается у кровь. Далее там вся кровь идет в печень. Печень бедная пытается, пытается с этим делом справиться, в конце концов, она чахнет, вот, и дальше уже по всему организму. Так что большинство болей человека не из-за грязного кишечника и печени, а за его невежество в вопросах жизни вообще. Мы даже не берем питание. Он не знает, как общаться, как вот это вот по поводу, без повода, эмоционирует, ввергается в стрессы и прочее, 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 прочее. Поэтому здесь, в первую очередь, это неправильное мировоззрение, которое, на основе которого, начинает вот это вот все это дело развиваться по линии питания, по линии поведения, по линии сознания и так далее, так далее. По линии движения, так. Но в последнее время общество ничего слышать не хочет об очищениях. Кстати, об очищениях. Ну, знаете, вот сейчас как-то принято, от кого вы услышали про очищение, там, допустим, про уринотерапию, все, тот, как бы сказать, основоположник. Про очищение. Еще давным-давно говорится в Аюрведе о том, что омовение водой, как внешнее, так и внутреннее, позволяет сохранять не только здоровье, допустим, ну, это относительно мужчин, но и привлекать взгляды, значит, молодых женщин, там, девушек. То же самое можно сказать и о женщинах. На них начинают поглядывать мужики, так сказать, пускать слюни. Вот. То есть про очищение говорилось давным-давно. И тот, кто хочет, вот как раз кто хочет жить такой полноценной жизнью, насыщенной жизнью, от очищения на несколько там стадий делились. И вот когда, в конце концов, выйдет вот эта вот белая слизь, которая имеется на языке, язык очистится, это говорит о том, что очистилась уже каждая клеточка организма. Это суперочищение, которое дает самые-самые великолепные результаты. Но это, что касается только телесного очищения. Мы об умственном еще, об сознании не говорим. Вот. То есть это давно, давным была наука, которую, которую, вот, думают, ну, будем говорить, очищение, видите, можно сделать и с помощью голодания. Это самое лучшее очищение. Ну, для человека трудно. И с помощью, допустим, грубо говоря, водных процедур, особенно связанных паром, парная там, с помощью просто процедур рвоты, клизмения, потения там, ну, и прочих там прием некоторых там, допустим, трав, веществ, которые все вот это вот еще активируют. Это все было разработано, применялось людям. Сейчас же век того, чтобы, значит, за тебя все сделает там таблетка, или за тебя еще кто-то там сделает, вот это все начинает забываться. Почему? Потому что, грубо говоря, если человек сам голодает, сам очищается, на нем невозможно заработать. А вот если мы его будем очищать, а если мы его будем еще там что-нибудь там, грубо говоря, лечить и так далее, так далее, вот мы на этом-то и подзаработаем. Так, а врачам и сказать нельзя, что голодаешь. Настолько вот это все, знаете, вот вообще жизнь, она состоит из многих отраслей знания. И в том числе, допустим, есть отрасль большая у здоровья человека, которая подразделяется на разного рода, ну, грубо говоря, там хирургия, лечение таблетками, можно голоданием лечиться, можно диетой лечиться, можно движением лечиться, можно водными процедурами лечиться, можно там гопнозом лечиться, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот тут, знаете, превалируют. Да ты что голодаешь, да ты что там, скользился что-то, что ты там, скользился, или еще. То есть, это их не учат, это им не преподают, и более того, это преподается им как нечто, знаете, какое-то, какая-то глупость, да ты что голодать. Вот. Поэтому они такую чушь и понесут. Хотя, на самом-то деле, науку о голодании разрабатывали наши там врачи, которые этим делом занимались, которые создали клиники там. Юрий, по-моему, Сергеевич Николаев создал клинику у нас первую в Советском Союзе по голоданию. Далее, в Белоруссии, Войтуич прекрасно лечил с помощью голода. Далее был Суренава Кишаракилян, который, который не только там этих оздоравливал и амораживал людей, а начал с животных. Какие успехи были, колоссальные. Лично я воспользовался этими знаниями. Помимо того, что я их читал, я старался это все применить для себя и уже знаю это изнутри. Поэтому, поэтому, поэтому. Так. Очень мало стало единомышленников. Ну, народ оглупляет со всех, как бы сказать, ящиков, зомбоящиков и так далее. С кем можно было посоветоваться? Ну, вот, со мной там советуйтесь, хотя мне это тоже как-то поднадоело, я как бы сказать. Когда, знаете, человек вот болеет, это одно, его интересует. А когда он стал более-менее здоровым, мощным, его начинают интересовать другие вещи. Так, справка. перенять какой-то опыт, ну, я же написал книги, я, вот, я лично написал свою книгу «Голодание в лечебных целях», я же не взял только свой вот опыт, я свой опыт, там есть такая глава, как автор приобретал, нарабатывал свой собственный опыт и потихонечку, значит, дошел до 40-суточного голодания. У меня такой опыт самостоятельный, я же читал и изучал, будем говорить, Поля Брега, Николаева, Войтовича, Аракеляна Соренова-Аваковича, потом еще других авторов, там, зарубежных и прочее, 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 как это, что это. И вот это все суммировал, проверив на своем опыте, я изложил и ихние взгляды и будем свои взгляды, потому что все-таки мы индивидуальные, голодание и особенности индивидуальной конституции, об этом никто не писал, я тут пионер, можете так сказать, подчеркнуть это. Далее, вот, наверное, пишем вам по всяким глупым вопросам, ладно, спасибо вам огромное, что вы помогаете нам, у вас прекрасные стихи, нужно, наверное, дальше писать почаще, как, знаете, я, как в мультике, да, если надо, если очень захочу, и луну я проглочу, как это, у Корнея Чуковского, этот, крокодил проглотил, значит, солнце, да, если надо, это, конечно, интересное дело, понимаете, вот, как бы сказать, ниоткуда, ни отсюда, то только раз, у тебя пошли-пошли-пошли как-то вот эти слова, слова, значит, рифмуются, слова как-то собираются в какую-то смысловую эту, и ты еще более того и читаешь по-особому, что они получаются складно, получается стихотворение, то есть, меня вот как раз заинтересовало музон, стихотворение, ну и так далее, и так далее.